Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в итоге за что боролись, на то и напоролись Чтобы посмотреть любимый клип, приходится продираться через горы дерьма на MTV Это не для меня, я не могу перед начальством этого канала присмыкаться Кто они такие? Ха, MTV! Мы могли бы заключить контракт на записи альбома, просто на этот раз мы постарались немного подождать Нам с новым контрактом не нужно было торопиться Потому что у нас есть готовый альбом У нас есть контракт в Европе Мы два с половиной месяца выступали в Европе Нам не нужно торопиться с новым контрактом в Америке Суть философии нашей группы Послать всех нахуй Не знаю, как вы будете выкручиваться Придется вам мой мат запикать А на мой палец нацепить маленький квадратик MTV так и поступили с нашим клипом на песню Killed by Death Они приклеили маленький черный квадратик на изображение моего пальца На MTV Они что, думают, что я сделал это для привлечения внимания? Это так глупо Если бы они мой палец не заклеили, никто бы этого и не заметил Всем было бы просто наплевать Значит, ты был им и за это благодарен? Да, я был благодарен им за то, что они обратили внимание на мой палец У меня очень красивый палец Это был очень красивый палец, видите? Потому что он выполняет роль слишком сексуального помощника Многие современные группы обгоняют нас по скорости И, возможно, по своему отношению к делу, но... Не, не по отношению к делу Но, в общем, иным отношением к делу Современные музыканты любят покраксоваться Нет, я говорю о новом поколении Мы к делу относимся иначе У нас иные ценности, но мы по-прежнему играем хорошую музыку И все так же принимаем таблетки Наша музыка разительно отличается от того, что нынешние подростки, возможно, считают очень тяжелым А вы, возможно, нет Я современный тяжеляк не воспринимаю Для меня это не тяжело Это для меня какой-то гребаный грохот Вот что это такое Современный музыкант едет в гастрольном автобусе с ноутбуками Это не имеет никакого отношения к рок-н-роллу Рок-н-ролл тут вовсе ни при чем По большому счету, рок-н-роллщик должен быть нищим, голодным и злым Рок-н-ролл это издевка Современное поколение теряет представление о рок-н-ролле А ты это уже потерял Усекаешь? Рок-н-ролл это я и он и двое других наших парней Мы приедем и покажем вам, что это такое И вот мы здесь, и я хочу сказать, что это и есть рок-н-ролл Как бы то ни было, мы все равно своим творчеством очень довольны И даже если бы мы не продали вообще ни одной пластинки, мне наплевать Я выпустил хорошую пластинку, и я знаю, что она хорошая Может быть, после нашей смерти, как в свое время это произошло с гребаным Ван Гогом Который, если бы жил сейчас, у него бы просто не было денег, чтобы купить буханку хлеба С тех пор хлеб подорожал в 3 миллиона раз Бедняга, должно быть сейчас этот самый Ван Гог переворачивается в своем гробу Да, еще как Ну а сейчас нам пора прощаться Да, мы прощаемся и... Сейчас самое время сказать Увидимся с вами на гастролях, до встречи в Германии в апреле Покупайте наш новый альбом, который выйдет в марте Если вы видите нас на дороге, не поднимайте своего большого пальца, мы вас не подвезем У нас и так слишком много народа в автобусе Поэтому организуйте свой собственный транспорт домой Мы к вам приедем, хорошо? Если ты очень красивая девушка, оставь своего парня на концерте и приходи к нам Местечко в автобусе для тебя найдется Я думаю, что у нас в автобусе имеется для тебя запасное пиво Да, парочка банок пива, может быть, 6 банок пива Так что увидимся, мальчики и девочки Да, пока, я тоже приду Мне надоело быть глебаной легендой, я попал в это дело не для того, чтобы быть легендой Я решил этим заниматься для того, чтобы играть в группе Если для вас я легенда, тогда завяжите мне руки за спиной Статус легенды означает, что меня перестанут слушать, и в этом случае я полностью сдаюсь Группа — это семья, это более сплоченнее, чем семья Потому что в семье вы можете пойти в свою комнату или уйти из дома А в гастрольном автобусе вам никуда друг от друга не деться О чем вы спорите? Да, обо всем О форме, о цвете сыра, о размере полотенец Ну да, о размере полотенец Будь то моя очередь сегодня вечером селиться в хорошем гостиничном номере Или ворчать о том, что слишком холодно в автобусе Это может быть что угодно, хоть разборки, кто набросал подушек в проходе Так уж получилось, что мы так долго были вместе Сплоченность на сцене помогает вам преодолевать все прочие трудности Моторхед уже 20 лет на сцене Что же мотивирует вас продолжать свой путь? Мое раздражение И что же тебя раздражает? Несправедливость Если вы не злитесь на современный мир, значит с вами что-то не в порядке Так, слушай сюда! Ты умрешь от самодовольства или сердце подведет? Лежи бок и смотри свой телек и щелкай каналами А если тебе попадется что-нибудь приятное и простое для просмотра Это тебя угробит Я люблю автомобили Он хочет, чтобы я у машины родила ему ребеночка Да, точно, моя девушка дико бесится Потому что я иду в гараж и сплю рядом со своей машиной У него еще фотка машины имеется на прикроватном столике Нельзя вот так вот просто съежиться и застрелиться, как это сделал Курт Кобейн Он проработал в музыкальном бизнесе два года и вышиб себе мозги Потому что этот бизнес оказался ему не по зубам Боже мой чувак Когда в последний раз ты плакал? Плакал? Ну, когда моя девушка бросила меня два года тому назад И я знал, что она не вернется И я знал, что она умрет, потому что она сидела на героине Дилер Гаденыш, он не должен был этого делать Я верю инопланетян, потому что однажды видел летающий корабль НЛО Чтобы в это поверить, нужно увидеть своими глазами Только в нашей галактике 10 миллионов планет Как такое возможно, что их там нет? Извините Здесь есть один местный клан И его представители говорят, что они живут в горах Санта-Моники Но на самом деле они инопланетяне в человеческом обличии Появление НЛО не было отражением на облаке И это была не стая летящих чаек НЛО было похоже на маленькую розовую штучку Передвигающуюся с одной точки в другую на бешеной скорости У землян просто нет таких средств передвижения Угадайте, кого вы можете встретить в баре Это же Леми из Моторхэд Мой старый друг Я Фил, но не такой страшный А все эти девчонки мои своевольные сестрички Я смотрю, ты отрываешься на этом форуме? Да, мне здесь по кайфу Ведь в конце концов это же Фондейшн Форум А чем еще тут заниматься? Смысл жизни состоит в том, чтобы жить и радоваться По крайней мере здесь есть бар Да, здесь имеется бар А сейчас позвольте мне представить вам Микки Я хочу поднять за тебя тост Микки новый барабанщик Моторхэд А раньше ты играл в Докин, не так ли? Да, я играл в Докин, а еще в группе Кинга Даймонда И ты сыграл на новом альбоме Моторхэд, Машируй или Умри Да, этот альбом был записан еще до моего прихода Но мы постарались перезаписать столько, сколько у нас на это было времени И получилось так, как есть Этот альбом дымит на всех парах Дымит и стебется Дымит и стебется Он потрясающий, невероятный Но я готовкой никогда не занимаюсь, потому что это не модно Давайте немного поговорим о Мау-Ма-Чу Дай Насколько данная пластинка отличается от вашего прошлого альбома 1916-й? С точки зрения развития некоторых тем Господи, это было великолепно, ведь живем-то один раз Этот альбом я бы назвал не Маршируй или Умри, а Покупай или Умри Название, оно же предупреждение Да, это наше слеми, последнее предупреждение Покупай или Умри Покупай наш альбом, вы тем самым спасаете свои души Для меня это величайший альбом, который вы когда-либо слышали Записанный самым красивым и плохим вокалистом, которого вы когда-либо слышали Если у вас нет денег на покупку нашего диска, тогда идите его и украдите Пока магазины пополняют запасы, они все равно думают, что все уже распродали Ладно, неважно Идите и купите наш альбом, потому что мне нужны ваши деньги Окей, спасибо Как бы ты ни был, я должен сказать, что наш альбом отлично продается Насколько мне известно, это один из самых продаваемых альбомов Моторхэт Пока что да, в Европе он отлично продается, в Германии Наша новая пластинка очень хороша, и в песнях затрагиваются самые разные темы Такие как война, бесполезность человечества, потерянная отвергнутая любовь Почти вернувшаяся любовь Сексуальное хвостовство и призыв выстоять и не сдаваться Что мы и делаем, и об этом наша новая пластинка По-моему, очень интересно Этот альбом так же хорош, как ты и выглядишь Вы должны отыграть несколько концертов с Guns N' Roses, не так ли? Повеселиться? Да, два концерта Затем вы проведете большой тур по Великобритании и Европе А ты не такая высокая, какой, мне кажется, на телекране Сейчас мы выбыли из тура совместного СОЗИ Просто покинули данный тур, в рамках которого мы выступали чуть больше месяца Мы даем пару концертов с Guns N' Roses, потом поедем в Южную Америку И должны вернуться в Европу, где мы начинали Поверь мне, от Европы мы разорвем как тузи грелку А потом мы все вернем на свои места, и ты даже не заметишь, как границы станут четкими И я еще надеюсь, что вы отыграете на легендарной рождественской вечеринке Да Теперь эта концертная площадка называется Hammersmith Apollo Она и раньше так называлась? Ты говорил, что этот концерт, скорее всего, совпадет с твоим днем рождения Да, говорю всем, что это будет мой 24-й день рождения Поэтому присылайте мне большие пачки ценных бумаг или деньги, мне все равно Да, и напишите на них свой номер телефона, потому что я потом их выброшу, окей? Значит, возможно, ты отпразднуешь свой день рождения с размахом Да, я снова в самолете Я готов поспорить с тобой, поспорить на что угодно, что я снова окажусь в чертовом самолете Ужасная смерть, мучительная агония и уродство идут вам только на пользу Рок-н-ролл всегда был таким Чем больше забитых в группе, тем лучше сама музыка Вот почему в Англии появилось так много хороших групп, а? Верно? Человеческая глупость Маршируй или умри, я все об этом знаю Как вы говорите, я человек в теме То есть я понимаю, когда написал неудачный текст, а когда хороший И в песне «Маршируй или умри» один из моих лучших текстов Язвительная лирика, вот подходящее описание Так, словно у меня есть право говорить человечеству о том, что оно глупо Но я как раз один из тех, поэтому имею на это полное право Гитлер был исторической фигурой, как и Наполеон И все эти люди были страшилками Именно они творили это дерьмо А люди не понимают, что поместили их в коробку под названием «Страшные типы» И теперь они могут, а они их больше не беспокоятся Потому что мы не такие звери, но мы такие Мы все такие и мы все способны замучить других людей до смерти Мы все делаем все, что в наших силах, однозначно Все, что вам нужно, это неограниченная власть План действий, а потом вперед Я довольно долго писал песни против героина Но, конечно, этого никто не заметил Может быть, мои песни казались слишком заумными А наркоманы все равно, все умерли С наркоманом вести беседы бесполезно Наркоман лишен здравомыслия Ну, когда ты пишешь антинаркотическую песню, это... Да, я должен сказать, что именно антигероиновую песню Честно говоря, я не выступаю против других наркотиков Я ничего не знаю от Крейки Я его никогда не употреблял, как никогда не употреблял героин Потому что мои друзья-наркоманы продолжали умирать Я подумал, что сейчас самое подходящее время сказать «нет» Тот же Джош Буш и Рейган скажут вам «нет» и тут же забудут об этом Другое дело отказать тому, кто на ваших глазах умирает, валяясь на полу С почерневшим лицом В каком-нибудь паршивом баре на Олд Роуд Кто-то видел, как ему продали настоящий яд на площади Пикадилли Кто-то забрал его деньги и улыбнулся ему, продав этому парню верную смерть Зачем? Разве эти наркодилеры не могли продать ему лактузу? Разве они не могли продать ему что-нибудь? Он все равно бы это взял Ему можно было бы продать что-нибудь безобидное, но нет Дилеры должны были продать ему этот чертов крысиный яд Существует вот такая субкультура Вот почему я ее тоже ненавижу Современным подросткам ваши советы не нужны Подросткам нужно выходить на улицу, быть в курсе происходящего И принимать собственные решения Вот что им нужно Страну без государства от внешнего влияния защитить невозможно Они пытаются развалить страну и это отстойно Или они бы это все равно сделали, если бы знали, что они такие гадкие мужчины Это моя жизнь в любом случае, поэтому я должен жить своей жизнью так, как я ее живу Мне не зачем беспокоиться о том, обидели ли мы группировку женщины против нацистов Или группировку по защите прав геев в гребаном Ванкувере Мне не зачем беспокоиться, потому что этих группировок слишком много Всегда кто-нибудь может расстроиться, а не досмерки хотят быть расстроенными Они только этого и ждут, а оскорбите меня Давайте заденьте мои чувства Поэтому я могу написать кому-нибудь письмо и выразить протест самым решительным образом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok